Руфина Константиновна Костомарова приехала в Новый городок 60 лет назад. Тогда, вспоминает ветеран педагогического труда, порядка было больше. А сейчас, за время, в течение которого Министерство обороны не занималось развитием и содержанием населенного пункта, здесь все пришло в упадок. Поэтому два года назад, когда поселок был передан на баланс муниципалитета, местные жители были рады, наконец-то их проблемы начнут решать. В рамках региональной программы по преображению военных городков здесь начались работы по благоустройству, появились современные детские спортивные площадки, парковки. Но полгода назад темпы развития территории заметно снизились. Самое главное – амбулатория и школа. А школа, дети ездят, темно, холодно, впереди зима. Это что такое? На кого нам рассчитывать? В 2017 году в Новогородковской амбулатории начался ремонт, после которого медицинское учреждение должно было сменить свой статус на поликлинику. Но подрядчик постоянно срывал сроки, поэтому строители только сейчас могут констатировать, объект готов на 99%. Я как строитель готов сдать через 4 дня. 25-26 придет оставшаяся мебель, и все. Генеральная уборка и открытие. Открытие медицинского учреждения запланировали на 11-12 декабря. А пока строители исправят выявленные в ходе инспекции недостатки. У нас же отдельный вход в детское отделение. Да, да. А бандуса для мамочек с колясками его нет. Как понимать? В проекте не было, да? Нет, смети не было, в проекте не было. Ну, мы же все равно будем делать? Будем обязательно. Давайте думать, и какими силами, и за счет какого источника. Для колясок там с специальными навинствами есть? Да, есть проект, а есть жизнь. В этом году в Новогородковской школе планировался капитальный ремонт, который должен был завершиться до конца года. Но в ходе обследования выяснилось, работы предстоят серьезнее, чем предполагалось. Были выявлены серьезные технические проблемы и нарушения. Объект находится в аварийном состоянии. На капремонт запрошено допфинансирование в правительстве. Всего на работу необходимо порядка 280-300 миллионов рублей. А учебный процесс прерывать нельзя. Школьники ездят в ближайшие образовательные учреждения. Родители их встречают на центральной площади, подсвечивая себе дорогу фонариками. Опора освещения Министерства обороны до сих пор не передало муниципалитету. Не устраивает нас срок в два года. Будем сокращать все бюрократические припоны и пробежки по проектно-изыскательским работам, чтобы как можно быстрее запустить сюда детей. Потому что детей и родители, безусловно, неудобства серьезные. Приходится ездить в другие учебные заведения. На это уходит по 30-40 минут. И родители переживают, и возвращаются дети поздно. Летом 2018 года на баланс Одинцовского района также был передан клуб «Искатель». Его посещали более 240 детей. Теперь им также приходится ездить по ближайшим населенным пунктам. Многие просто не успевают, поэтому вынуждены отказаться от дополнительного образования. Результатами обследования стало заключение о том, что здание находится в аварийном состоянии. Детям находиться в этом здании фактически нельзя. Вы когда подыскиваете кружки, подыскиваете варианты переезда, нужно обсуждать это жителям. Предложение искать совместными усилиями помещения для кружков родители нового городка поддержали. Правда, при условии, что местная власть наконец начнет диалог с ними. Чтобы родители искали помещения на территории городка, наверное, это должна нам администрация предоставить ту информацию, которая есть в свободные помещения. Если возможно, то же помещение аптеки. Пускай там, как говорится, понедельник, среда, пятница занимается палитра, вторник, пятница – мягкая игрушка. Разумно. И дело в том, что это в шаговой доступности. Также в ходе инспекции нового городка были подняты и другие вопросы. Подача тепла в бывший дом офицеров и возобновление работы библиотеки, дальнейшее благоустройство территории, работы общественного транспорта и самое главное – налаживание конструктивного диалога между жителями поселка и администрацией Никольского поселения. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».